Эти фигуры, у нас действительно среда студенческая, художественная, философская, она довольно консервативная, увы-увы. Спасибо, крайне спасибо. Спасибо. А извините, а за Ледмира, о которой вы говорите, это понравится. Ужнать какая-то минимальная масса, чтобы она пошла, она за ними не пойдет. И, кстати, вот для, например, художественную среду, которую я хорошо знаю, для нее характерно вымок произнести слова пассивность. Это осложняется крайне амбициозностью. Для того, чтобы выразить именно свою позицию, свою авторскую линию, и, увы, за этим практически всегда ничего не стоит. А для того, чтобы это происходило ярко, интересно, чтобы вырабатывался язык, действительно нужна среда. Один или одна ничего не сделает. Вы говорите не о том, за кем пойдут люди, а о художниках протеста, а именно о тех, кто сочиняет язык протеста, а бабах гордистов. Они должны обслуживать интересы протеста, по сути. Готовят, как бы, идею. Ну, все важно, любое действие, любое положение. Вы знаете, пока мы не начнем, ну, я надеюсь, что вот сейчас между нами что-то же происходит, мы хотя бы проблему не ставим, да? Но для того, чтобы выработать этот язык, действительно нужно говорить. Говорить не только в этом узком кругу, а вообще везде, да? А у нас очень мало этого говорили. У нас много стеба, много иронии, много вот того самого ситуационистского переделывания, все это в какие-то такие ироничные формы, но, увы... Мне кажется, большая проблема в том, что, в принципе, ничего не хотят знать. Вот нет эвристической потребности. Вот, может быть, это определяет такую ситуацию. Здесь, кстати, много моих студентов, которым я очень благодарен, что они пришли меня поддержать и послушать, хотя, может быть, даже уже эту тему и слышать. Спасибо. Спасибо.